Флаг морских частей внутренних войск поднять! Получение для катера вообще флага и все это самое значимое событие, потому что катер считается введенным компанией, готов выполнять все боевые задачи поставленные. Однозначно экипаж готов на все 100%, полностью обучен и профессионально подготовлен. Три первых катера для внутренних войск были созданы на Санкт-Петербургском заводе Северное море. Они оснащены по последнему слову техники, эхолокаторами, гидроакустической аппаратурой, радиолокационным оборудованием. Катера обладают отличными мореходными качествами, способны выходить в открытое море при волнении до 5 баллов. В состав экипажа отобраны лучшие моряки, которые прошли теоретическое и практическое обучение. Подготовка экипажа заключалась в нескольких этапах. Первый этап заключался в том, что экипажи катеров были направлены на обучение в город Севербайкальск, в Сибирское региональное командование. Там они проходили обучение двухнедельное на командиров катеров, старших мотористов мотористов, после чего они прибыли сюда. Здесь с ними проходили 30-дневные сборы, проводили занятия как теоретические, так и практические направленности, после чего отрабатывались элементы на катерах. Вновь к сформированному взводу морских катеров командованием поставлена первая боевая задача – охранять правопорядок и вести противодиверсионное патрулирование в прибрежной зоне совместно с пограничниками. В дальнейшем морские силы внутренних войск в Севастополе еще пополнятся плавсредствами, и в составе бригады будет сформирован отряд морских катеров. Александр Пронин, Виталий Козловский, СЕФ-информбюро.